Тестирование, которое проводится несколько раз в гимназии, помогает определить интересы у ребят. Восьмиклассники, которые сегодня посетили косметологический центр, увлекаются биологией и химией. Медицинское направление – одно из основных, с чем могут школьники связать свою дальнейшую профессию. Для нас с ребятами восьмого класса очень важно, чтобы они на этапе перехода в старшую школу для себя определили, что они хотят. Из этого складывается их ущебный план. Например, если они выбирают физику, химию, биологию, то они должны понимать, что так или иначе их будущее, возможно, будет связано с медицинским профилем, с нанотехнологиями. И поэтому, конечно, ребенок не может определиться, просто глядя на предмет или на учителя, даже если он с любовью к нему относится. Для нас очень важно, чтобы он прикоснулся, понаблюдал, посмотрел, получил некую практику даже. Косметолог, как оказалось, на практике не менее ответственная профессия, чем стоматолог или хирург. Ребята убедились в этом воочию. Знать биологию и химию оказалось недостаточно. Просто покажу, как вот лазер, вот он прожигает, видите? Это просто на темном фоне, лазер, принцип работы лазера. Когда мы говорим об эпиляции, например, он идет по волоску. Тут вот для чего вам нужно знать физику, да, как вот пучок света проходит по самому волоску и убивает корень волоса. И вот эти моменты, они, ну, все вы должны знать. Когда фотоомоложение, делаем там силу тока, как восстанавливается, частота, как восстанавливается. Потому что зависит от силы тока, частота там по-разному. Вот эти моменты, они для аппаратной косметологии все нужны. Физика – вот важный предмет, знание которого пригодится как в процедурном кабинете, так и в кабинете лазерной коррекции. Ребята задавали много вопросов, какое воздействие может оказать на кожу вода или, к примеру, как используется во врачебной косметологии жидкий азот. Я как-то не совсем задумывался раньше, но тест определил, как бы, мои интересы и возможности. Было очень интересно, но косметология – это как-то не совсем мое. Мне больше интересно сама больница, а не такое наведение красоты. Мне очень хотелось бы побывать в больнице, посмотреть на какую-нибудь операцию. Безусловно, демонстрация работы специалиста, который давно и долго занимается профессиональным делом, помогает ребятам понять, нравится им это или нет. Так, ребята уже побывали в перинатальном центре, в будущем посетят неврологическое отделение детской больницы. Так что время, чтобы понять и выбрать свой профессиональный путь, у школьников еще есть. Данифа Тагерова, Леонид Клейман, Республика.